Здравствуйте, с вами Финверсия ТВ. Представляем вашему вниманию прогноз по финансовым рынкам на новую неделю. Курс пары евро-доллар вырос почти на 100 пунктов на прошлой неделе и достиг отметки 1,1329 к окончанию торгов в пятницу. Уверенный рост евро против доллара стал достаточно неожиданным после объявления ЦБ нового раунда монетарного стимулирования недели раньше. Большинство прогнозов предполагали дальнейшее падение котировок поддержкам 1,11 и 1,10. С большой вероятностью пара в итоге снизится к этим отметкам, так как снова увеличивается разрыв в степени жесткости монетарной политики регуляторов США и еврозоны. На данный момент инвесторы предполагают как минимум одно повышение процентной ставки в США в текущем году, в то время как ЕЦБ подтвердил, что первое повышение состоится не раньше 2020 года. Рост обеих экономик замедлится в ближайшее время, но и здесь преимущество у США, где уровень ВВП наверняка не упадет ниже 2%. Еще одним фактором в пользу снижения пары станет политическая неопределенность в еврозоне, где в Испании могут пройти досрочные выборы, а ситуация в Италии и Франции остается напряженной. Экономические данные США и еврозоны на прошлой неделе были преимущественно слабыми. Наиболее важными стали публикации показателей инфляции за февраль. Рост индексов потребительских цен двух стран сравнялся и достиг 1,5% в годовом выражении. Ключевая разница по-прежнему наблюдается в данных базовой инфляции. Рост базового индекса потребительских цен, не учитывающий наиболее волатильные товары, как еда и топливо, снизился в еврозоне до 1%. В США показатель опустился до 2,1%, но по-прежнему остается стабильным в течение последнего года и превышает целевой уровень ФРС в 2%. Поэтому незначительное снижение инфляции в феврале не вызвало сильной реакции ФРС и не изменило прогноз рынков по поводу еще одного повышения процентной ставки в 2019 году. Котировки пары евро-доллар вернулись к нижней границе диапазона 1,13-1,15-50, где находились большую часть времени с осени 2018 года. Краткосрочная динамика пары будет во многом определяться исходом торговых переговоров между США и Китаем и показателями роста экономики США и еврозоны в первом квартале 2019 года. В конце прошлой недели появилась информация, что встреча президентов США и Китая состоится не раньше апреля, и это выступает не в пользу доллара. В ближайшее время курс пары останется внутри диапазона, сохраняя склонность к снижению в среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе котировки также остаются в нисходящем тренде, сохраняя стремление к снижению к минимуму 2015 года около уровня 1,0250. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост евро-доллара к уровням сопротивления 1,1350 и 1,1370, после чего ожидаем разворота и снижения к поддержкам 1,1350, 1,1325 и 1,1300. Курс пары фунт-доллар вырос почти на 250 пунктов на прошлой неделе и достиг уровня 1,3285. Британский фунт вырос на фоне результатов голосований парламента и сохранения оптимизма на мягкий Brexit. Текущее соглашение британского премьер-министра Терезы Мэй предсказуемо не было поддержано депутатами с большим разрывом голосов. Но уже на следующий день парламентарии высказались за отказ от Brexit без сделки, а еще днем позже проголосовали за перенос срока выхода Великобритании из ЕС. Если до 20 марта стороны не придут к соглашению, а вероятность этого стремится к нулю, Тереза Мэй сможет официально обратиться к представителям Евросоюза с просьбой о переносе срока голосования с 29 марта. Скорее всего, новый срок выхода Великобритании будет назначен на 2020 год, поэтому у переговорщиков в запасе будет много времени для заключения соглашения. И таким образом, вероятность мягкого Brexit в итоге выросла. После голосований британского парламента многие аналитики изменяют свои прогнозы по Brexit. В Goldman Sachs оценивают пересмотр условий сделки или продление срока переговоров с вероятностью 55%, отмену Brexit в 35% и выход Великобритании из ЕС без сделки в 10%. Ранее эксперты JP Morgan выпустили аналогичный прогноз, где вероятности разных сценариев схожи с Goldman Sachs. Примечательно, что негативный сценарий отсутствия сделки рассматривается с низкой вероятностью. Любые другие варианты станут позитивными для курса британского фунта. Уровень промышленного производства Великобритании снизился в январе на 0,9% в годовом выражении. Показатель находится в отрицательной зоне уже третий месяц подряд. Замедление британской экономики традиционно объясняет продолжительной неопределенностью, связанной с Brexit, что приводит к сокращению инвестиций в бизнес и снижению потребительской активности. Уровень производства в секторе обрабатывающей промышленности также снизился на 1,1%. Перенос сроков Brexit приведет к дальнейшей стагнации британской экономики, как минимум ее реального сектора. Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год был пересмотрен на 1,2% с 1,6% ранее. Прогноз роста экономики на 2020 год также был пересмотрен в сторону снижения до 1,4%. Курс пары фунт-доллар практически вернулся к уровням, которые были достигнуты сразу после референдума в 2016 году. В ближайшее время британская валюта получит поддержку от переноса крайнего срока Brexit и роста вероятности заключения сделки между Великобританией и Евросоюзом. Кроме того, Банк Англии рассматривает возможность повышения ставки в 2019 году, что также повышает привлекательность фунта. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост пары фунт-доллар к уровням сопротивления 1,33-1,3325, после чего ожидаем разворота и снижение котировок поддержкам 1,33-1,3285-1,3250. Информационный портал finversia.ru – финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. Продолжение следует...